Всем привет! Тема урока лидер-борд, лидер-статсы. Как из лидер-статсов игрока сделать лидер-борд? Я сейчас расскажу, что это такое. Ну и вот видите, вы, наверное, пример. Пример мы будем получать какие-то квесты, зарабатывать очки, опыт, уровни, получать деньги. И все это должно отображаться в лидер-статсах. Лидер-статс это такая штука, табличка по лидерским каким-то качествам игрока. Чем он лучше других? Ну, если вы учитесь в университете или в школе, у вас, наверное, есть количество баллов, сколько вы набрали за какой-то тот или иной тест. Ну вот давайте, например, я сейчас на запущенной игре. Это видите, я не в редакторе, это все сотрется. Нажимаем плюс и попробуем добавить встроенную в Roblox. Уже давным-давно встроили такую штуку. Показ лидер-статов. Так, ну точнее лидер-статы, они показываются в верхней строчке. А еще можно увидеть лидер-борд. Здесь целый список, табличка такая с игроками и их достижениями. Итак, давайте нашему единственному игроку, мне, добавим папку. Во всех дочерний элемент делаем папка folder. И мы давайте его переименуем. Можно правой кнопкой, а у меня здесь свойства открыты. С маленькой буквой обязательно. Ой, лидер-статс. Лидер-статс. Статс. Окей, ничего на экране не появилось. Ну, потому что мы должны добавить, какие же статы нашего игрока будем показывать. Давайте будем показывать, например, деньги. Я добавляю элемент intValue. В основном вы будете этим пользоваться. Это значит показать целое число. Например, давайте покажем 123 и название сделаем. Мани. Окей. Здесь у нас название не появилось, но зато появился информация по нам есть. И появился первый в списке лидер. Ну, ясно. Когда вы один играете против себя, вы всегда лидер, вы всегда победитель. Так, если здесь будет второй человек, то появится что-то еще. Так, давайте для прикола еще добавим. Добавим строковое значение. Я его назову, например, квест. А что, прикольно. Смотрите, у вас на плейсе, например, чтобы пройти соревнования до конца и заработать какие-то очки, вы должны пройти 5 этапов. Здесь мы показываем, что вы, например, квест, квест бабка завоева. Или квест бабки, бешеные бабки, какие-то бабки зомби. Окей. Ничего у нас не появилось. Ну, просто по-живому, когда мы это проверяем, у нас обновляется, реплицируется на клиент вот эта информация. Только если мы добавляем еще один элемент. Ну, давайте добавим какой-то еще. value, еще один int value. Да, пусть так будет. Так, квест появилось. Квест у нас текущей бабки. Если я более длинное напишу слово, то оно не влезет, и у меня слово обрежут. Так что имейте в виду. И числа тоже не очень большие, можно здесь показывать. Но, тем не менее, для показания лидера этого достаточно. Так. Ну, давайте приступим. Давайте рассмотрим скрипт, который не вручную, как я сейчас делал, а который при вхождении в игру создаст вам этот лидер статс. Смотрим на эту функцию. В принципе, скрипт весь на экране. Всего 23 строчки. Я постарался сделать так, чтобы было короче, чем во всех остальных уроках, которые вы можете найти. И покруче немножко. Так. Смотрим на функцию. Эту функцию я буду запускать при входе в игру, когда игрок подключается. Она лежит у нас, этот скрипт лежит в сервис-скрипт-сервис. Это серверный скрипт, не имеет отношения к локальным скриптам. Так. Вот эту функцию я расходирую. Раскомментирую. Итак, вы видите, что я пользуюсь службой Players, Players-Service. И у него есть событие PlayerEdit. Оно срабатывает в тот момент, когда игрок подключается, любой новый игрок подключается на ваш Place. Так. И я присоединяю к получению этого события вызов функции OnPlayerJoy. Это событие передает параметр в параметры игрока. Ссылку на игрока, который уже подключился. Поэтому нам не нужно его искать, не нужно никакие там сервисы использовать. Все, плеер есть, можно им уже пользоваться. Точнее, ему что-то добавлять. Так. Что мы создаем? Мы создаем, как я вам показывал, папку LeaderStats. Только здесь я ее не в виде. Здесь можно фолдер написать. Видите, я здесь написал IntValue. Это легально совершенно. Может почти любое значение быть у нас LeaderStats. Пусть так и будет. Помните, когда мы создаем новый instance, ну какой-нибудь объект новый создаем в Roblox. Мы всегда делаем instance.new. Мы должны указать тип объекта, обязательно в кавычках его имя. А есть второй параметр. Второй параметр сразу можно родителей указать. Внутрь какой папки мы вложим. Но будем вкладывать в нашего игрока. Потому что, чтобы показывали LeaderStats, LeaderBoard, у игрока должен быть элемент с названием LeaderStats. Так. На этом мы сэкономили лишнюю строку. Потому что обычно народ пишет LeaderStats.parent.присвоить. А вот мы сделали все проще. Так. Имя обязательно нужно поменять. По умолчанию, когда вы создаете новый instance, у него имя равно его типу. Ок. LeaderStats.name.name с большой буквой. Присваиваем имя. Roblox знает только одно имя для LeaderStats. Вот такое, с маленькой буквы. Итак. Дальше в цикле я перебираю значения тех элементов, которые хочу показать на экране. В куче уроков или даже в стандартной статье про LeaderBoard на Roblox. Вы увидите, вручную добавляют, вот примерно такие строчки будут, что добавляют какой-то элемент. IntValue создали, записали ему имя, поменяли ему имя на Level, например, и записали в его текущее значение единицу, если надо. Если не записывают текущее значение, то там все нули будут по умолчанию. Можете поэкспериментировать. Я сделал попроще. Чтобы мы не писали там огромные длинные строки, мы сделали табличку в начале. И просто указываем те элементы, которые мы в LeaderBoard хотим пока посмотреть. Там у нас будет Level, Опыт, ну дальше что-то еще покажем. Пусть пока два будет элемента. Рассказываю, как работает. Про циклы ForIn, которые перебирают элементы таблицы, у меня есть свежий урок, коротенький. Посмотрите. В результате, в любом случае, у меня в N попадает... Так, ребята, да... Это не очень хороший стиль программирования, но ладно. Я какие-то примеры смотрел и, видимо, откуда сделал копипаст. В любом случае, это работает, просто автор немножко неправ. Ну, неважно. Посмотрите, в любом случае, урок про циклы For, ForIn, чем от циклов For отличаются. Это очень интересно. И чем отличается Pairs от E-Pairs. Так, что мы делаем? Мы получаем первый элемент. Вот он у нас первый элемент. WordStats, первый элемент таблицы. N-ный. В N у нас сейчас единица. И первом проходит цикла. Ладно, давайте я напишу, блин, ForN равно от единицы до длины никаких Pairs. Нам тут не надо. Во. Вот так будет понятнее. Так. N перебираем от единицы до длины этой таблицы. А длина этой таблицы узнается с помощью решетка и названия таблицы. Значит, если мы сюда значение подставим, вы можете почитать. Один элемент табличка и второй элемент табличка. От одного до двух. Итак, при первом проходе в N у нас единица. Мы создаем новый инстанс. Вот с этим типом, который лежит здесь. В N у нас единица. Первый элемент intValue. Первый элемент вот он. И присваиваем его, делаем ему родителя, только что созданную наш лидерстатс. Очень удобно. Меняем его имя на второй элемент. Вот оно имя. И дальше я здесь условия проверяю. Если у нас указан элемент третий, то добавляем его. Если не указан, то ничего не делаем. По умолчанию там у нас в лидерстатсах будут нули. Так. Ну и все. Вот здесь мы запускаем события при подключении игрока в игру. Передается этой функции первый параметр. Событие playerEdit всегда передает подключенные функции первым параметрам игрока. Поэтому мне не пришлось игрока искать. Ну все. Вот такой коротчайший скрипт. Давайте теперь запустим игру и посмотрим. Появился у нас лидерборд. С помощью добавления лидерстата. Да, появился. Отлично. Я вижу уровень и опыт. Клево. Так. Давайте посмотрим, где у нас тут опыт есть. Во. Опыт. Эксп. Кликаю. Эксп. Сотню добавил. За каждый клик я получаю по сотне опытов. Вот здесь у меня. Ну и по-моему на тысячи у меня уровень должен вырасти. Да, уровень до второго дошел. Отлично. Так. Давайте добавим все оставшиеся статы. Вот я их раз комментировал и запускаем. Так. У меня пять статов, которые я хочу смотреть. Запускаем и радуемся. Запустили. И вот я уже, знаете, не радуюсь. Мне показали всего четыре стата. А где пятый? Пятый не увидеть здесь. Видите, нам, во-первых, текст еще обрезали. Там должно было написано нету квеста или что мне так написано? Нету пока. Ага. Окей. Уровень видим, опыт и так далее. В общем, вы поняли, что в лидер статс нужно засовывать небольшую информацию. Желательно вообще, на самом деле, одно какое-нибудь значение, чтобы вы и экран не закрывали. Хотя можно это все убрать. Вы это знаете. В клиенте. Можно и программно убрать. Но это не тема этого урока. Но вот что-то мне не нравится. Я хочу больше информации на экране иметь. Но для этого мы сделаем... Мы сделаем... Воспользуемся ScreenGUI. Напишем локальные скрипты, которые нам будут показывать недостающую информацию. Так. Ну давайте сразу посмотрим на эти локальные скрипты. Вот я добавил ScreenGUI обычный. Добавил в него Frame. Здесь у меня рамочка есть. Я его правда спрятал. Сделал Invisible. Так. Визибл, Визибл. Где у меня, чтобы его показать? О, Визибл. Так. И сделал в нем еще и кнопки. Визибл, Визибл. Вот. Здесь будут показываться недостающие... Здесь будут очки и квесты. Так. Давайте тогда мы здесь закомментируем. Квесты мы здесь закомментируем. И очки закомментируем. Так. И давайте запустим нашу... Игру. Ага. Вот здесь я буду показывать очки. Вот здесь буду показывать название. Ну и информацию будем брать тоже из наших лидерстатцев. Как брать? Я покажу, как сделаны скрипты. Ну, для простейших квестиков. Получение денег. Чего-то там, квестов. Это все очень просто. По предыдущим урокам вы все это должны сами придумывать. Не должны просить. Никакие гайды. Гайды нафиг не должны. Все должно быть понятно. Так. Давайте попробуем. Так. Давайте я, во-первых, спрячу. И посмотрим, как же я все это закодировал. И разберемся, как работает код. Так. Итак, мы запускаем нашу игру. Экран у нас не переполнен информацией. Мы видим только уровень, опыт и деньги. И то, довольно много всего этого. Давайте, что тут у нас? Опыт. Кликаю на опыт. Опыт появился. Давайте кликаю, что у нас здесь? Левел. На халяву уровень подняли. Можно опытом поднять, как я показывал. Там до 1000 набираете опыта. И у вас. Можно формулы придумать более серьезные. Обычно с каждым уровнем опыта нужно больше заработать, чтобы получить следующий уровень. Как в ролевых играх сделано. Так. Щелкаем на квест. Щелкаем. Ничего у нас не происходит. Давайте посмотрим. Может я в окошке какую-нибудь ошибку. Ага, ребята. Да. Я же обращаюсь. Ладно, придется квест поставить. На следующих уроках, которые будут посвящены сохранению данных. Знаете, почему сейчас ошибка вылезла? Потому что скрин Гуи, вот который я здесь рисую, я читаю напрямую из лидер статсов игрока. А так как я вначале не стал добавлять квест, ну конечно я квест и не могу увидеть. Потому что в лидер статсов мы его и не добавили. Так, ладно, сразу бежим к квесту. Щелкаем. О, пили игру. Это квест такой. Ну-ка, еще один квест. Учи уроки. Ну ладно, там три варианта. Случайным числом. Случайным датчиком. Случайным числом я их получаю. Или бабки. Ну, не важно. Так, и вы видите, что когда не надо, ну там через сколько-то секунд, убирается с экрана информация по квесту. Если мы получаем или обновляем информацию, то у нас, если изменилась информация, то опять появляется. Так, учил уроки. А что еще у нас там было? Очки. Вот, очки. О, здесь появились очки. Я специально добавил такую фичу, что потихоньку появляются... Вы не видите, что может заработать игрок. Вот вы, наверное, видели в некоторых играх, пока вы не прошли до середины игры, вы видите какие-то плейсхолдеры, например, какие вещи вы можете собрать, или какие квесты вы можете получить. Должна оставаться все время загадка, пока вы не дошли до этого, чтобы был сюрприз. А то вы сразу будете знать, о, я должен найти три волшебные лампы с тремя там джинами, сколько-то камней таких-то и так далее. А тут мы можем добавлять. И это очень просто. Буквально одной строчкой кода делается. Так, ну и монеты давайте заработаем. Монеты, чтобы не было читерства. Заработали монеты, исчезает у нас объект. Тоже все это просто. Куча уроков, наверное, вы видели, или сами знаете, как сделать. С помощью метода destroy. Так, окей. Значит, мы видим теперь квесты. Мы видим очки. Мы видим всю информацию, которую нам нужно. Теперь давайте разбираться, как это сделано. Что нам нужно разобрать? Наверное, скрин ГУИ сначала. Посмотрели. Добавили фрейм, который я показывал. Добавили две кнопки, я уже показывал. Я сделал выравнивание фрейма по правому нижнему углу с некоторыми отступами. Вы плейс сможете скачать и посмотреть. Но это тоже тема не этого урока. Вы должны все это уметь уже делать. Давайте посмотрим на скрипт фрейма. Здесь я сделал примитивный скриптик с счетчиком. Если меняется какое-то значение внутри фрейма, в данном случае это visible, то мы отсчитываем 5 секунд и через 5 секунд его прячем. Дальше. А теперь вот именно касается наших лидер статов. Пойнтс, например, как мы смотрим очки. Здесь, к сожалению, нам никто не передает игрока текущего сюда. Поэтому мы его получаем через сервис игроки и получаем локального игрока. Это всегда ссылка на нас, на того игрока, у которого этот локальный скрипт запущен. Получаем из нашего полученного игрока, ну ждем, обязательно надо дождаться вот с помощью такой вещи, лидер статс, потому что она может быть не подгружена еще, то он только в игру зашел. Потом получаем уже внутри лидер статс тот элемент, который мы хотим отображать. Тоже он может еще не подгружен. Пойнтс. В данном случае очки будем показывать. Ну и все, получили. И теперь на этот элемент очки можем на свойство на событие изменен, changed, можем присоединить запуск функции. Вот у нас функция безымянная. Ей передается название того свойства, которое, того значения, которое изменилось. меня немножко смущает, что когда мы запускали игру, вот очки большими буквами, а числа как будто шрифт в два раза меньше. Такого быть не должно, но может это с русскими буквами конечно такая проблема. Так, что я делаю в этой строчке? Я, во-первых, включаю родитель родителя, делаю visible. Что у нас родители родителя? Родитель этого скрипта очки, это текст лейбл очки, а родитель текст лейбла, в котором мы вводим текст, наш фрейм. Так что, если рамка была спрятана, на которой фрейм, на которой у нас расположены квест и количество очков, то мы его показываем вот этой вот строчкой. А если он уже был показан, то присваивание в visible true ничего не изменит. Как он показывался, так и показывается. Так, теперь показываем саму, сам элемент наш, в котором мы показываем очки, текст лейбл, и заносим новое значение. Ну, я сначала, вначале я приклеиваю, склеиваю две строчки с помощью двух точек. Очки и здесь значение. Окей, все очень просто, смотрим в квесте, все то же самое, только там я ничего не приклеиваю, потому что у нас сразу идет значение нашего квеста. Так, ну и все. так как автоматически, так как лидер статс находится в игроке, он реплицируется и на сервере, и на клиенте. Так что, если мы меняем информацию в клиенте, то она меняется и на сервере. Этим пользовались читеры различные. Если вы будете сейчас писать игру, как я вам говорю, то можно запросто себе будет накрутить уровней. Зря я говорю запросто, но можно будет наделать денег, накрутить уровней. И в следующих уроках, когда я буду говорить про сохранение данных и их считывания, мы, наши данные по игроку, мы не будем хранить в их лидер статс. Мы будем их хранить на сервере. А в лидер статс мы будем только измененные значения кидать. И когда мы будем кидать измененные значения в лидер статс, у нас уже такие локальные скрипты, если вы будете использовать отображение здесь дополнительных лидер статс, они будут тоже отображать. Так что вам код менять не придется. Так, ну и все, наверное. Осталось посмотреть, давайте посмотрим быстренько квесты, скрипты квестов. Я уж их объясню. Так, в Workspace у нас лежит, например, в получение опыта скриптик. Тоже я для любителей копипасты сильно так. Этот хорошо, что я с него начал. Итак, две переменные, которые нужно изменить. Сколько мы получаем опыта на клике, сколько максимум опыта нужно получить, чтобы перейти на следующий уровень. Логику я здесь не объясняю, потому что скрипт очень простой. Давайте дальше смотрим. LevelGiver. Вот здесь скрипт более короткий. И вот для любителей копипасты. Смотрите, как я сделал. Здесь мы задаем, насколько увеличить, что увеличить. Мы можем, что название нашего лидерстата указать. Поэтому, если вы скопируете копипастой этот скрипт на все ваши подобные квеста даватели, то вы очень легко, ну, вам не нужно будет во многих местах кода менять какие-то строчки. Вам достаточно будет только две эти строки изменить. Сколько даем и куда это кладем. Окей. Так, и давайте посмотрим. Так, вот, например, скрипт по получению денег. Вот они здесь у меня. Пять или шесть штук стоят таких партов получения денег. Все, никакого отличия нет. Единственная строчка добавилась. После того, как мы получили деньги, мы уничтожаем тот парт, в котором лежит наш скрипт. Видите, родители-родители, потому что скрипт лежит в клик-детекторе. Так, ну и что у нас еще осталось? А, квест. Ну, наверное, квест только отличается от всех остальных. Да, вот он, квест. Окей. Тоже все очень просто. Что меняем? Квест. Случайное число и выбираем то или иное. Единственное, ребят, если вы будете делать в настоящей игре выбор одного или другого квеста, не сохраняйте эти квесты как текст. Вы обязательно присвоите своим квестам уникальные номера. Например, первый квест, второй, третий, четвертый. Во-первых, легко будет обновлять игру. Во-вторых, если вы сделали где-то ошибку, в одной строчке не придется это искать. А как же отображать? Как же отображать в лидерстатах? А просто будет условие. Еще один список функций, которые будут по номеру квеста выдавать его текст и заносить в value, чтобы мы отображали. Но это тоже я про это, конечно, расскажу, когда мы будем работать с данными. Ну, все, на этом я считаю, что лидерстаты урок закончен, давно закончен. Давайте я единственное покажу, как это будет работать с несколькими игроками. Смотреть тоже урок недавний, как тестировать игру. И сразу несколько игроков на одном компьютере. Нужно было старт здесь нажать. Нажимаем старт. И вот сейчас подготовятся 4 клиента и запустятся. Просто увидим, что в лидерстатах у нас есть другие игроки. И что информация... Ну, тут, к сожалению, компьютеру нужно поработать, чтобы все это подгрузить для каждого из 4-х игроков. Сейчас подождем. Пусть немножко тормозит, не страшно. Тем не менее, урок уже пошел. Видите, как слева 6 иконок. Это значит, первое, это запущен Roblox Studio, второе, это появилось сервер локальный, к которому мы подключаемся, и еще 4 клиента игроков запущены. Отдельные окна. Вот я посмотрел, некоторые отлаживают аж 4 монитора подключены к компьютеру, и на каждом мониторе по 2 игрока, например, в своих окошках. Так, ну вот видим лидер старт, давайте получим очки. Так, вот здесь очки появились, давайте посмотрим, так, еще что-нибудь куда-нибудь кликнем. Так, и переключаем на других игроков и смотрим. Да, тоже реплицировалось. Четвертый игрок у нас лидер. Вот, на этом я запускаю CleanUp. Можно CleanUp нажать на сервере. А, CleanUp работает сразу, он все клиенты и сервер локальный закрыл. Ну, все, ждем следующих уроков. Скачиваем этот Place, если хотите посмотреть, как работают скрипты. Ну, желательно все самим делать самостоятельно. Пока подписываемся, ставим колокольчик, рассказываем друзьям. Вопросы, заказы тем, в комментариях. Если интересная тема, то я могу, или если простая тема, я могу и в определенной рубрике рассказать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.